На приеме главы Анапы с одной стороны жертвы недобросовестного застройщика, с другой прямые свидетели его игр с законом. Одна проблема тянет за собой другую. Сначала копеечная стоимость квартир, потом неисполненные обязательства. В договорах написано 50 тысяч рублей. Мы купили квартиры по 50 тысяч рублей. А остальные за что? Как так отдали? Ну, купили за 50 тысяч рублей. Можно расторгнуть договор на сегодняшний день и все. Стас, послушай. Но вы же хотели подешевле купить. Мы хотели. Юрий Федорович. Вот вам результат. Многоэтажка на Рождественской, 57, четвертый год стоит без газа. Магистральный газопровод к участку жилой застройки построил межрегион «Газ Краснодар». Смонтировать сети внутри дома – обязанность застройщика. Он обязан, этот застройщик, выполнить их условия. Теперь узнаем, дом сдан в эксплуатацию? Не сдан. То есть мы его в эксплуатацию, администрация, не принимали, потому что у него не было газа там, того-того. Он пошел в суд, в суде, ввел его, а не в эксплуатацию, а право собственности, а признал на свой дом. Но это его дело. В телефонном режиме застройщик обещает, документы на подключение он подпишет уже на этой неделе. Ростехнадзор начал прием по оборудованию. И это подтверждает представитель «Анапа Гургаза». Почти вся разводка выполнена, там осталось немножко. То есть у нас корпус один, две квартиры всего не смонтированы. Корпус два, одна квартира не смонтирована. Но третий корпус четыре и четвертый корпус четыре квартиры не смонтированы. То есть их надо доделать уже монтаж. А какую он хочет секцию опустить первую? Я думаю, корпус два тут больше всего готовности. То есть уже из 50 квартир 45 приняты технадзором. И все-таки глава города делает контрольный звонок руководителю ресурсоснабжающего предприятия и добивается от нее конкретной даты. Нина Николаевна, а когда примерно газ будет? Ну, Юрий Федорович, пока людей оформлено. Я думаю, не раньше, чем 20-го числа. Нина Николаевна, ну люди уже в второй раз и в прокуратуру приходили на прием у нас поляком и ЭПИ. Я стараюсь, я не хочу вас позволить, я все делаю. Тема безответственного строительства тут же получила продолжение. На приеме у Юрия Полякова еще один, желающий построить многоэтажку в Анапе и создать проблему муниципалитету. По генплану можно 8 этажей, но хочется 19. Негативно на это смотрю, на эти 19 этажей, очень негативно. Мы отказали, потому что у нас ограничения в том районе по этажам. По генплану? По генплану, по правилу, до 8 этажей. Все, 8 этажей, больше разговора не будет. Нет, вообще не уважать, не город, а ничего. Мы бьемся со всем этим, чтобы не было высоток, застроек в городе. 24 этажа вообще. Нет, 19. Ну, 19. Сколько квартир? 200. В состоянии обеспечить 200 парковочных мест? 200 нет. 200 нет? Ну а для чего? Вы же местный, для чего вы это строите тогда? Вы хотите, чтобы вокруг дома машины все стояли? Скажите, а в садик эти 200 детей куда ходить будут? С вашего дома. Бизнес бизнесом, но наглеть не стоит. Вот краткое резюме Юрия Полякова. Незадачливому строительству в обращении отказано.